Всем привет! Сегодня мы поговорим об инфракрасной фотографии. Вот этот фильтр у меня уже лежит больше года, представляете? Я его купил более года назад и только в недавней поездке в Турцию я им воспользовался, сделал прикольные фотки и остался очень довольным. И вот пилю для вас это видео. В чем нюанс инфракрасного фильтра? Что он хорошо работает именно летом, то есть месяца, когда интенсивность солнца максимальная. То есть июнь, июль и зимой, осенью эта штука уже как бы не очень. Если вы захотите им воспользоваться, чтобы вы это сделали в летнее время. Что делает инфракрасный фильтр? Он пропускает только ту часть светового спектра, которая относится к ближнему инфракрасному диапазону. Потому что полностью инфракрасный диапазон цифровой матрицы не может воспринимать. Но вот здесь на нем написано, какие волны он воспринимает, ну какие проходят. Данный фильтр, это фильтр Хоя, мне обошелся примерно 50 долларов, оставлю ссылку в описании. Так вот, он пропускает фильтры в диапазоне 760-860 нанометров. То есть ближний инфракрасный диапазон как раз начинается с 700. Дальний диапазон там по-моему 1500 нанометров. Ну чем больше, тем в общем более инфракрасный. И для того, чтобы им пользоваться, ну одного фильтра в общем недостаточно. Прежде чем я расскажу, что с этим делать и для чего нужен вот этот комплект, я вам покажу сами эти фотографии. Потому что они выглядят очень необычно. И знаете, вот мне некоторые нравятся даже вот в исходном виде без светокоррекции. Но тут очень зависит от того, что и как вы снимаете. Потому что они дают очень необычный эффект, такой сумасшедший. И в общем-то в их необычности вся фишка. Это чисто любительская история. Это не про коммерцию, не знаю. Ну может быть кто-то может там выставки организовывать. Это съемка для души, потому что вам хочется чего-то нового, оригинального, по приколу и так далее. И я на самом деле получил удовольствие и хочу поделиться этим с другими. Потому что мне понравилось. Я это все дело откладывал. Но понимаете, для такого фильтра нужны подходящие сцены. То есть если снимать гороскоп, пейзаж будет уныленько. Нужно, чтобы у вас в кадре была вода, зелень, небо. Очень важные факторы это зелень. Потому что инфракрасные волны отражаются от всех объектов по-разному. И когда вы снимаете через этот фильтр, вы снимаете часть света, которая отразилась в инфракрасном диапазоне. И в зависимости от того, как объекты поглощают этот цвет, так они будут выглядеть. Например, вода имеет очень большую степень поглощения. Поэтому она выглядит черной на этих фотографиях. Зелень, наоборот, отталкивает эти лучи. И кусты, деревья выглядят белыми. Но надо понимать, что это все происходит после постобработки этих фотографий. Потому что в исходнике они просто красные. Но нужно снимать в RAVI, потом нужно чуть-чуть поиграться с балансом белого, с кривыми. Я, в общем, покажу. Давайте я лучше покажу просто, как это все работает в Lightroom или Capture One. Можно любую сейчас программу брать. Вы поймете, о чем речь. Смотрите, вот исходник. Причем я специально делал фотографии попарно, чтобы вам показать, как выглядят фотографии обычные. Как выглядит оно инфракрасное. Они всегда будут выглядеть красными. Но когда мы их открываем в редакторе, нужно убрать баланс белого на минимум. Правда, лучше я возьму другую фотографию, потому что вот это не так интересно по композиции. Здесь у нас плохо видно зелень, нет воды, но только небо есть. Вот такая фотография по композиции значительно интереснее. Потому что есть небо, облачка. То есть здесь такой прям пирог слоеный. Убираем баланс белого на минимум. Потом, ну вот этот кадр вышел довольно темный, поэтому я подниму экспозицию чуть-чуть. В Lightroom, в общем-то, все. Ну можете повторить то же самое в Capture One. Это не принципиально. Ну можете накинуть резкость, если хотите. Потому что потом с этим будет хуже. И по фокусу я здесь, по-моему, не совсем попал почти. Потому что на длинном фокусе это тяжелее. И все. И это нужно экспортировать. То есть в Lightroom и Capture One больше мы ничего не сделаем. При экспорте, ну размер, такое дело, размер ставьте какой хотите. Главное, что нам нужен не джпэк, а тиф. Потому что мы сейчас будем заниматься сложной цветокоррекцией, но которая будет сильно изменяться изображение. И в джпэке у нас пойдут невыносимые лесенки. И это будет о ужас. Поэтому мы экспортируем тиф 16-битный. После чего эту фотографию вы открываете в Photoshop, я открываю в Corel. Но не суть важна. Программы делают то же самое. И нам нужно найти смешение каналов. Можно смешение каналов, можно смешение кривых. И в каналах я себе уже сделал пресет. Но сейчас я вам покажу настройки этого дела. Нам нужно в каждом канале выставить свои настройки. Причем у меня два пресета, которые чуть-чуть по-разному это делают. Вот, допустим, беру вот этот. Смотрите, в красном канале синий на 100, в зеленом синий на плюс 100, а в синим у нас красный на плюс 100. Причем рецепт этот я взял вот с этого сайта. Причем эту статью я видел и в переведенном виде на русский, только там, по-моему, без подписи, что они ее стырили. В общем, в этой же статье здесь написано... Ну, здесь про фотошоп как раз, но на английском. И написаны вот эти вот параметры, какие вам нужно выставить в смешении каналов. И тут есть два варианта с такими настройками или с такими настройками. И потом мы получаем изображение, которое в моем случае зеленое, что как бы не по фэншую, потому что к чему мы вообще стремимся? Давайте так. Если мы зайдем в Google, то мы увидим стилистику просто, как выглядит инфракрасная фотография. И мы увидим, что в основном она синяя, она контрастная, иногда у нас деревья красные. Вообще по фэншую добиться белого цвета. Вот, допустим, как здесь, чтобы у нас трава и деревья были белыми, а остальное как получится. Потому что сейчас, когда мы будем смешивать каналы, вариантов будет очень много. Оно может уходить в зеленый, синий, розовый, какой угодно. Но за канон можно условно брать фото, где у нас синее небо и белая трава. То есть мы хотим, хотя вот здесь чуть-чуть розоватая, но мы хотим добиться именно белого, что, кстати, не так уж и легко. И как видите, то, что у меня получилось, оно откровенно зеленое. Эти вещи можно скорректировать в этом же смесителе каналов, но это не так уж и легко, как кажется. Чтобы исправить зеленый, я в синем канале дергаю синий. Вот так, видите, необычно. Мы его чуть-чуть убираем и получаем цвет как раз более нейтральный. То есть я сейчас хочу получить в зелени и в песке такой более белый цвет, чтобы у него не было оттенков паразитных. Но я сейчас балансирую между зеленым и синим. И заниматься этим можно, конечно, долго и нудно, но я сейчас найду какое-то среднее решение. Вот, допустим, я вот так откорректировал. Для каждой фотографии значения могут отличаться. Далее эта картинка выглядит неконтрастной. Это всегда так будет, что там не хватает контраста. И контраст вы накидываете с помощью кривых контраста. Но тут, опять же, способов много. Тут уже мы работаем, как и с любой обычной фотографией. То есть из серии, как накинуть контраст. Можно кривыми, можно с помощью увеличения контрастности. Вот здесь, допустим. Но так оно выбиваться больше будет. То есть лучше всё-таки кривыми. Вот, я получил такую картинку. Ещё её можно добить с помощью оттенка. То есть по-английски это hue называется. Ну, в общем, вот тут ещё потягать, если вы хотите чуть-чуть поправить свет этого всего удовольствия. Если мы возьмём как референс что-нибудь среднее по гуглу, то здесь видим очень контрастное синее небо. Если мы вернёмся к этой статье, где нам рассказывают, как это всё делать, то человек получает вот примерно похожее на моё изображение. То есть оно не супер контрастное. По цвету тут тоже обратите внимание, что оно не белое. Потом есть вариант сделать его чёрно-белым, что мне кажется скучным. Сепия, ну, дело вкуса. Но потом здесь предлагают вот уже установить плагин Sylvia FX и поиграться с контрастом через канал яркости. Ну, дальше это уже идёт обработка, как обычной фотографии. Но дальше вам нужно доводить именно контраст. Потому что в моём варианте, ну, вот смотрите, по цвету, в принципе, оно примерно из этой серии, только уже не хватает контраста. В общем, что я сейчас делаю? Я создаю ещё один слой. Представляете, слои бывают не только в фотошопе. И ставлю режим, допустим, наложения, который идёт с суперсильным контрастом. И ставлю его полупрозрачным на какие-то там, не знаю, вот на 30%. И получаю что-то похожее. Правда, немного выбиты эти штуки. Но сейчас я это делаю на скорую руку. Ну, и для сравнения, вот таким был исходник. То есть он красный, видите, монотонный, монохромный. И получаем вот такую вот тему. Вот ещё пример. Это был исходник из лейтрума, то есть когда я баланс белого поставил на минимум. Потом мы применили смешивание каналов, о котором я говорил. Так, это уже второй раз не нужно. После чего я добавил контраста. И, в общем-то... А, и удалил пыль на матрице, потому что пыль на Fuji залетает постоянно. И вот такой результат, который мне, в общем-то, уже нравится. Смотрите, фишка этого фильтра, что он... Давайте я вам достану, покажу. Он работает как очень сильный ND-шник. Он сквозь себя практически не пропускает свет. То есть у него коэффициент, по-моему, как ND-1000. То есть у него коэффициент затемнения очень сильный. И вот так я не могу через него даже ничего рассмотреть. По этой причине для того, чтобы снимать с таким фильтром, вам понадобится штатив. Так как я это делал на отдыхе, я думаю, что многие не будут с собой таскать большой штатив для таких целей. У меня для этого есть замечательный штатив АОКО, который мне очень нужен, не первый раз помогает в моих таких некоторых задачах. У меня есть обзор на него. Так вот, фотик у меня стоял на штативе даже при ярком солнечном освещении. То есть вы снимаете в 12 часов дня в июле. Представляете, какая... Без ни одной тучки. То есть максимальное солнце. И при этом у вас выдержка несколько секунд. Настолько он сильно затемняет изображение. То есть, повторюсь, но задача этого фильтра заблокировать все видимые части спектра. То есть очень много света через него не проходит. А проходит через него только определенная часть инфракрасных волн. За счет чего мы получаем этот эффект. Но для того, чтобы заблокировать ненужный свет, нужно с ним распрощаться. И поэтому приходится ставить очень длинные выдержки даже при съемке днем. А снимать с ним нужно только днем. Вечером эффекта никакого не будет. И я ставил на этот штатив. При этом у меня с собой было 3 объектива. Но использовал я 2. Перегар 10 миллиметров. F8 Fisheye. Очень прикольный объектив. Но нюанс в том, что у этого объектива нет никакой резьбы под светофильтра. Поэтому что я придумал? У меня есть наборчик переходных колец. На всю эту радость я оставлю ссылку в описании. И я подобрал, не помню, по-моему, 58-й. Сейчас попробуем заново. Нет, видите, вот так не совсем хорошо. Ну, там есть просто 2 способа, как я одевал этот фильтр. Сам фильтр у меня 72 миллиметра. То есть фильтр я вкрутил как надо. Вот у меня такая насадка с фильтром получается. И нет, не подходит. Смотрите, видите, я подбираю. По-моему, 62 миллиметра мне подошло. То есть у меня получился такой фильтр, да, как насадка. Но при этом видите, что так, если просто положить, ну вот обычно как фотоаппарат висит, он будет немного свисать. И это не камильфо. Поэтому я вот чуть-чуть наклонял. У меня в основном фокус с этим фильтром вверх смотрят. Еще есть вариант просто его подержать рядом. Но вот тут сбоку просачивается свет, и пальцы попадают. Это широкоугольный объектив. То есть проще всего было класть его сверху и снимать чуть-чуть наклоном. И это работало с этим шириком. Ну, а второй вариант – это 18-135. И это, конечно, прикольно, потому что с этим объективом у вас появляется огромный диапазон фокусных расстояний. Светосила нам здесь не нужна, потому что третий объектив у меня был. Это Artisan 35-1.4, то есть тоже есть на него обзор. Но смысл снимать это с бокашкой или на 1.4 – нет. Ну, во-первых, 1.4, она не такая резкая, как на закрытой диафрагме. Ну, плюс диапазон фокусных. То есть вот такой объектив лучше всего подходит. То есть это интересно делать на ширике, ну, или на зум, чтобы выбрать какую-то часть пейзажа, которую вы хотите сфотографировать. И, конечно же, штатив. То есть здесь у меня дырка 5.6, а здесь дырка F8. Но F8, понимаем, что пропускает мало света. И мы в Lightroom уже посмотрели, что выдержки там немалые. Нужно делать это очень осторожно. Какой нюанс использования с этим фильтром? Дело в том, что фокусироваться с ним очень тяжело. Почему? Потому что точка фокусировки без фильтра и с фильтром может отличаться. Потому что свет у вас проходит разный свет. У нас же речь тут идет о свете, в общем. И сейчас я, наверное, покажу вам другой объектив. Гораздо удобнее пользоваться таким фильтром, когда у вас есть шкала фокусировки. Но на новых или на более дешевых объективах этого не хотят добавлять. И дело в том, что, например, на 135, кипом, нет этой точечки. А на 16-35, вот здесь есть цифра 16, и она чуть-чуть отличается от обычной бесконечности. На полтиннике, на которой я сейчас себя снимаю тоже, там есть точка фокусировки как раз для инфракрасного диапазона. И она слегка, но сдвинута. И поэтому фокусироваться лучше, конечно, руками, ну или же смотря на шкалу. Но если у вас нет шкалы, то нужно переводиться в мануальный режим. И, в принципе, на ярком солнечном освещении в экранчике вы видите, что камера показывает. Но очень плохо. То есть приходится иногда делать дубли, перепроверять, чтобы изображение было резким. Причем проблема возникает, когда вы пытаетесь снять на длинном фокусе, вот 60 мм на кропе. Я пытался, настраивал очень тщательно, но я промахнулся. То есть здесь я не в фокусе, потому что в инфракрасном диапазоне точные фокусировки у вас находятся в другом месте. Но вот здесь более-менее. Причем из особенностей любые движущиеся объекты, естественно, у вас размыто, потому что длинная выдержка, никакой дебильный матричный став вам не поможет. Но на широком угле, естественно, значительно легче, потому что вы закрываете диафрагму. И даже если вы чуть-чуть промахнулись, то у вас просто грипп значительно больше. Поэтому на широком угле вы будете попадать в фокус гораздо чаще и гораздо легче. То есть снять что-либо на длинном фокусе, но тяжело. Но, как я уже говорил, в зависимости от того, какой у вас объектив. И потом, когда вы снимаете, конечно, о чем я говорил, важно выбирать композицию так, чтобы у вас была именно эта игра между листвой, деревьями, солнцем, водой. То есть если у вас в кадре будет только один, не знаю, бетонный песок, это будет неинтересно. Но это видно уже на практике, когда у вас появится такой фильтр. Но важно понимать, еще раз напомню, что без штатива он не работает. Матричный став, сказочный тоже не спасает, потому что выдержки очень-очень немаленькие. Касательно самого фильтра, мне порекомендовали именно Hoyo R72 как хороший и крутой. То есть я думаю, что их можно купить и дешевле, но дело в том, что этот фильтр очень специфический. То есть если вы купите прям какое-то дешевое дно, то будет паршиво. Вот и все. А, и, кстати, здесь написано, смотрите, F-стопы среди других фильтров этого производителя. Сколько они жрут света? Там 3, 2 ступени, 1 ступень. А здесь написано 95%. Этот фильтр жрет 95% света. То есть он пропускает только 5% от всего света, который через него проходит. И, ну, понятно, что без штатива с такой штуковиной не обойтись. И интересно, еще раз напомню, выглядят кадры с перспективой, с композицией, которую вы построите, исходя вот из того, чтобы зелень была, и на широкий угол. И в этом плане перегар 10-миллиметровый мне очень зашел. То есть появляется возможность делать, ну, очень необычные такие креативные фотографии. И, знаете, такая отрада для фотографа-любителя. В общем, ну, это тоже. И это, причем на перегар я интерьеры поснимал в отеле. При желании, знаете, можно и на дырку в крышке от объектива интерьера снимать. Ну, если его выровнять, потому что это фишай невыровненный. И фотографии с фишай. Ну, он такой, у меня есть обзор на него просто. Но, короче, специфический, но интересный объектив. Но фокусироваться на него с инфракрасным фильтром еще тяжелее. Потому что этот объектив на самом деле капризный, как я понял, с опытом. И фокусировка на него, ну, занимает время. То есть очень легко получить брак по фокусу. Несмотря на то, что это 10-миллиметров f8 фишай. То есть у него вот каждое положение этого рычажка очень сильно влияет на то, что вы получите в кадре. Ну, это так уже из практики использования перегара. А так, в целом, по фильтру, я думаю, вы поняли, о чем здесь идет речь. А, ну, еще хотел сказать, что лучше, наверное, брать с запасом. Потому что вот у меня он 72 миллиметра. А на объективы, у которых больше диаметра стекол, я не могу поставить. Ну, или надо было брать сразу 67. Я как-то взял такой диаметр, который ни туда, ни сюда. Ни самый большой, ни самый маленький. Но, опять же, исходя из того, какие у вас объективы. А потом переходными кольцами это можно поправить. И, в общем, рекомендую фотографам, любителям, пейзажистам. Ну, вы поняли, о чем речь. И эффект очень интересный, когда вы делаете что-то такое, ну, что-то непривычное, скажем так. Потому что я инфракрасная фотография как-то давно-давно у меня был попроще фильтр. Но я еще тогда даже не знал, что нужно менять каналы, как поставлять баланс белого. И фотки получались просто красными. А фишка в том, чтобы сделать их такими бледно-бело-голубыми. И вот тогда самый цимис. Вот такая вот история. Еще раз скажу, ссылку на фильтр оставлю в описании. И на этом все. Пожалуй, а, я думаю, что я еще напишу статью на свой сайт, где выложу примеры фотографий. Еще раз опишу процесс проявки всей этой радости. И это видео было снято на Canon C70. Сейчас эта камера у меня на тесте. Пишу на нее видосы, чтобы увидеть, а как же она снимает. C-Log 3 с полтинничком 51.2. На этом всем пока. Ставьте лайки, репосты и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok